Всем здравия! Мы продолжаем цикл передачи Махабхарата «Величайший летописный памятник культуры наследия Древней Руси» и сегодня мы будем говорить о второй части. Получается, что у нас сегодня вторая беседа. Главный соведущий, кто будет разбирать эту тему, уже всем вам хорошо известный. Всеслав! Здравия тебе, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, слушатели! В первой части статьи Махабхарата «Величайший летописный памятник культурного наследия Древней Руси» на основе образа летописи православных староверов мы с вами определили, что наши боги-предки участвовали в нескольких Махабхаратах и что та, которая написана мудрецом Вьясой, была по счету третьей. Известно, что она была написана намного позже тех событий, которые в ней отражены и что сам процесс ее создания происходил в Древней Индии, в Дравидии. Поэтому она впитала в себя характерные черты индийской культуры вместе со своей пестротой индийского колорита. Вот такое вступление. И теперь давай разбирать, в чем же был проявлен этот колорит и как от этой индийской мантии нам немножечко уйти в сторону, чтобы всплыло то, что на самом деле ценное славяно-арийскими нашими предками там заложено. Ну, вот мы можем для упрощения слушателям предложить все-таки хотя бы несколько серий Махабхарата-2013, которую братья индусы сняли, посмотреть. Значит, в чем вот этот макияж, ну, в кавычках, заключается? Во-первых, одежды. Во-вторых, питание. В-третьих, растения, которые являются священными. Вот мы сейчас на сайте выкладываем важность и значение соблюдения Экадашей. То есть, постов в одиннадцатый день после новолуния и в одиннадцатый день после полнолуния. Из ведических источников, как бы, на современный русский язык тексты перекладываем. И мы сами наталкиваемся на то, что вот нужно использовать такие-то священные цветы, такую-то священную траву, листья такого-то священного дерева. Ну, допустим, в качестве подношения божествам или в качестве приема в пищу каких-то продуктов, которые здесь не растут. И получается, что вроде бы это только относится к Индии. Но когда писалось там, для тех мест и того народа, как раз таки указывались эти продукты и эти священные растения. И нужно иметь определенный, скажем, кругозор и широту восприятия, чтобы найти эти же растения, как они значатся у нас, и переложить на условия нашего климата применение этих растений в ходе соблюдения Экадаши или поднесения дорог для божеств. Ну, в общем, скажем так, не совсем простая работа для несколько утомленных отдыхом умов. Здесь необходимо приложить некоторые усилия для того, чтобы добраться до глубины. А вот почему необходимо приложить усилия и как вот эта мантия индуистская, она сверху покрывает наши знания, наверное, даст простой ответ. Ведь надо вспомнить, что в течение нескольких тысяч лет многие памятники на территории Европы, Азии, ну, России, скажем так, целиком, если брать в широком понимании это слово, были уничтожены. Уничтожались они специально. И поэтому наши древние предки были, в общем-то, наверное, мудрее, чем мы сейчас, и они понимали, что это будет происходить. И поэтому они убирали с поверхности, как ты сказал, те знания, которые вот нам будут нужны сейчас, и давали возможность покрыть их некими мантиями, такими невидимками. Как раз одна из таких мантий – это вот такой легкий индуистский налег, где некоторые слова были чуть-чуть изменены. Почему изменены? Потому что негроидные народы говорят со своим свойственным акцентом. Вот здесь вот мне нравится статья, ты приводишь хороший пример. Если приезжает какой-то товарищ из Средней Азии и начинает говорить по-русски, мы все понимаем, что он из Средней Азии. Мы все понимаем примерно какой национальности. Приезжает человек с гор и начинает говорить по-русски. Мы понимаем, что это человек с гор и какой национальности. Приезжает, например, англичанин, американец, француз, немец И мы тоже понимаем Потому что генетически им свойственно вот именно так поворачивать язык Вот именно так строить свою речь Вот то же самое происходило, скорее всего, и в древности Когда наши пращуры туда пришли И необходимо было это золотое зерно где-то разместить Они взяли вот эту индуистскую обертку С их генетическими особенностями Вложили ее туда Сказали, как это нужно беречь, сохранять Но, естественно, что для того, чтобы они могли это все правильно воспринимать Необходимо было адаптировать под их генетику И поэтому некоторые слова чуть-чуть изменены Некоторые события чуть-чуть чем-то дополнены в их понимании Чтобы они хотя бы понимали Ну, привязались к какому-то ориентиру Вот как можно сказать И поэтому вот мы сейчас слышим какие-то непривычные слова И видим описание никаких-то не совсем российских мест Вот, скорее всего, так Да, ты прав Плюс еще мы с чем столкнулись Один мой очень близкий человек сказал Как бы ты в образах описания событий, явлений, растений Не старался все это исправить И твои единомышленники, помогающие тебе в этом До тех пор, пока вы имена, которые звучат для современного уха Коряво или вообще как бы не соответствующие Именно привычным русским словам и именам Пока вы эти имена не исправите Или не объясните их смысл У вас ничего не получится Ну, например, в оригинале Красавицы там стройные С муглой кожей С волоокими, удлиненными глазами Ну, ясно, образ И дускат Мы поправляем, что красавицы стройные Со светлыми волосами С ясными голубыми очами Это легко исправить Но попробуй исправить имена Которые уже прописаны И вот на это почти год Или даже больше года ушло Потому что Удалось выяснить Что древнеславянская буквица На эту тему говорит Каковы образы санскрита И древнеславянского языка В корне своем одинаковы Но на сегодняшний день В произношении имеют свои отличия И оказалось, что Ну, 90% так называемых имен Это прозвища Или имена нарицательные Например, о, великий бог Сын такого-то царя Вот примерно Вот так имена звучат Потому что это не имена Это эпитеты, можно сказать Или имена нарицательные Или любовные прозвища героев Им пришлось Вот в каждой части Этой, каждой главе Садиться и распаковывать эти имена И вот только после этого Мы отважились Предложить читателям этот вариант С образами, которые Ну, как бы умыть Смыть этот макияж И предложить читателям Только после того Как мы стали распаковывать имена Я хочу коснуться более скрытого В древности Закон Рита Для всех славянских родов Был основным И нельзя было его нарушать Если человек нарушал закон Рита То он становился изгоем И так или иначе Это проявлено и в Индии сегодня Существует кастовая система Или варновая система Где предписано Что с другими варнами Смешивать свой род нельзя Иначе ты становишься неприкасаемым И попадаешь в самую низшую варну Мы видим, что сейчас Там устои в Индии ломаются И каста неприкасаемых Как на дрожжах растет Туда добавляются все новые и новые Там очень большая плодовитость Но так или иначе Высшие касты продолжают Или варны продолжают Там существовать по законам Рита Так вот это как раз те самые законы Рита Которые были у нас Естественно не в том проявлении Что нельзя из одной варны в другую Переходить, из одной касты в другую переходить Нет, а с точки зрения смешения кровей Кстати, за что сейчас и прессуют Славяно-арийские веды Потому что там так или иначе Законы и заповеди Рита даются А кому-то это очень сильно не нравится И кто-то считает, что это Уничижение других народов Нет, это не уничижение других народов Это содержание своих родов В том виде и качестве Как это было изначально И не более того Так вот, если мы вот так глубоко копнем То мы как раз увидим Что здесь прямая связь Между тем, как жили наши прачуры И что записано в наших заветах И с тем, что дошло в Индию В несколько, опять же, более сжатом формате Когда сказали, что касты Это не просто инородные какие-то племена А касты или варны Это вот сословия Вот в этих сословиях необходимо быть Только чуть-чуть в видоизмененном, опять же, виде Да, ты прав Все дело в том, что наши предки Понимали значение, скажем так Чистоты крови И строго этому следовали Поэтому до сих пор Те великие роды, которые даже сейчас живут в Индии Они выглядят, как мы с тобой Вот те, кто соблюдал Те сохранились Те, кто не соблюдал Они растворились в общей массе Да, вот ты говорил Посмотрите фильм Сними ты, пожалуйста Все вот эти индуистские прямомбасики Из девушек Одень на них славянские одежды И потом сравни с нашими девчонками И, в общем-то, кажется Что разницы особо никакой там и нету Но сильный загар И более темные волосы Ну, поживут они у нас Несколько неделек здесь в России В снежную зиму И посмотрим весной Какой у них будет загар А потом мы оденем их в одежды Что наших, что их И, в общем-то, особой разницы не увидим А потом одень нашу в индуистские одежды И пошли туда, пускай позагорает Да, я вот видел маленький ролик В интернете, в ютубе Значит, нашу девчонку То ли из Москвы, то ли из Питера Которая поехала в турпоездку в Индию Значит, опознали Как очередное воплощение богини Дурги Пристали к ней Выяснили ее там Дату и время рождения Составили гороскоп И стали кидаться Значит, ей в ноги Кланяться, восхвалять Осыпать цветами И она там осталась И теперь толпы почитателей Физического воплощения Богини Дурги Ее там на руках носят И одели ее в индийской одежде Она очень даже по-индуски выглядит Вот так и рождаются боги Хорошо, ну и мужчины То же самое мы видим Что мужчины Которые снимаются В фильмах индуистских В общем-то Сними с них эти одежды Одень наши одежды Ну и то же самое Наоборот Сделай И в общем-то Разницы никакой не будет Вот Одень на них казачьи одежды Ну будут как казаки выглядеть Да Это вот особенно Относится к сикхам Потому что Они очень строго Соблюдают традицию Устои И Стараются свой древний род Не превращать в современный Хотя сейчас Как бы Они выглядят Вот Вернее не хотя А именно поэтому Сейчас они выглядят Наиболее похожими На нас с тобой И на весь наш народ И еще там есть Особенность в Индии Которая Частично сохранена В соответствии с ведами Большие Скажем так Мистерии Ну по нашему Театрализованное представление Всегда устраивались Для того Чтобы люди Видели жизнь богов И старались им подражать То есть высшие ценности Небесную жизнь Привносили Человеческое общество Как образец Для подражания И поэтому Раньше В ведические времена Актерами были Священнослужители И великие воины Так вот сейчас В индийском Кинематографе Все еще Остатки Этого Сохранены Потому что Самые Известные И лучшие И любимые Артисты Индии Они происходят Из воинских родов И родов Брахманов То есть родов Священнослужителей А именно Поэтому Они так и выглядят Потому что Именно эти роды Соблюдали Чистоту породы Надеюсь Стало нашим Радиослушателям Понятно Что Махабхарат Это все-таки Не совсем Индуистское Это под конвой Индии Сохраненные Наши знания Но Любые знания Наши Древние Они всегда Не только Оберегались Нашими Жрецами Но и Старательно Затирались Нашими Недругами Может быть Мы этого коснемся Какие-то Есть четкие Ясные проявления Когда происходили Затирания Уже на нашем веку В нашей памяти В нашей истории Ну например Можно взять То же самое Стравливание Славяно-арийских народов Между собой Которые в прошлом веке В середине прошлого века Происходили С какой конвой Это все производилось Для каких целей Для того Чтобы Продолжить По большому счету Для того Чтобы Стереть Нас С лица земли Потому что Мы Являемся Боженятами Детьми Великих богов Которые Всегда Соблюдают Праведность Нравственность Духовность И небесные Истины Привносят В земную Жизнь А мы Как их Потомки С помощью Совести И интуиции Тоже Стараемся Небесные Истины Привносить В земную Жизнь А это Очень Невыгодно Тем Кто хотел Бы здесь Иметь Стадо Рабов Обслуживающие Их Корыстные Личные Интересы То есть Это Извечный Конфликт Богов И Демонов И мы Как дети Богов Им Помеха Поэтому Они Стравливают Нас И с Другими Народами И с Другими Людьми И между Между Собой И Вот Все Серьезные Вооруженные Конфликты Вплоть до Первой Второй Мировой Войны Они Были Скажем Так Спровоцированы По принципу Такому же Принципу Как Гражданская Война Возьмем Вот Последнюю Всем Известную Курскую Битву 1943 Года 1943 Года Ведь Это Та же Самая Курукшетра Была И так же Называлась Курская Битва Потому что Курукшетра Это Курское Поле Битвы А кто Участвовал Основные Действующие Лица Славяно-Ари Выход Из рода Германариха Князя Германариха Которые Германцами Потом Назывались И славяно-Ари Которые Здесь У нас В России Живут Опять Гражданская Война Но Выглядела Как Межнациональная Потому что На тот Переод Считалось Что Это Народ Уже Не Один А Разные И как Хитро Это Все Было Сделано Ведь Не Просто Так Стравили Два Народа А Вложили Идеологию И Что Самое Главное Идеологию Замешанную На Каких-то Древних Наших Корнях То есть Взяли Арийскую Идеологию Извратили Извернули Взяли Символы Наши Древние Для чего? Для того Чтобы эти Символы Стали Неудобоваримыми Чтобы Весь мир Против Этих Символов Ополчился И чтобы Эти Символы Были Связаны С Какими-то Конкретными Именами Чтобы Они Стали Нарицательными В негативном Смысле Этого Слова И Получается Что Эта Гражданская Война Помимо Убийства Братских Народов Она Еще И Подвергла Запрету Многие Символические Наши Основы Многие Символы Благодаря Которым Наши Прощуры В общем-то И удерживались В этом Мире Благодаря Которым Наши Прощуры Общались Между Собой С нашими Богами С предками То есть Вот еще Какую Они заложили Свинью Помимо Того Что Они Устроили Вот эту Гражданскую Войну Уже Межгосударственного Уровня Ты абсолютно Прав Потому что На то ищу Ко в озере Чтобы карась Не дремала Ведь Сейчас Сколько Нужно Усилий Приложить Для того Чтобы Арийскую Идею Очистить От всех Пошлости От всех Извращений И Снова Осознать Ее Глубинную Внутреннюю Суть Как Идеи Которая Очень Проста Привносить Божественное В человеческую Земную Жизнь Для того Чтобы Эта жизнь Была Школой Духовного Совершенствования Да За Сто лет До реального Скажем Бума Связанного С переходом Из чертога Лесы В чертог Волга Из Ну Как Современные Западные Астрологи Говорят В эпоху Водолея Чтобы Помешать Оттянуть Свести К минимуму То Возрождение Божественного В душах И в поведении Людей Которая Вот сейчас Все равно Проклевывается Вот как Упорная Трава Через асфальт И им это удалось Отчасти Сейчас любой Кто Говорит Что я Отношу себя К древней Нашей Ведической Культуре И у меня Есть Вот такие Мировоззренческие Взгляды У меня Есть Вот такая Родовая Символика Его Сразу Объявляют Фашистам Нацистам И приводят Такие Примеры Что Ага Вот вы Сейчас Так же Как В свое Время Гитлер Взял За основу Такие Символы Вы Сейчас Эти Символы Возьмете И Закончится Все тем Же Самым Чем И Закончилось С Гитлером И Не Берут В основу Те Понятия Что В древности Славяна Арии Когда приходили Куда-то Они приходили Не для того Чтобы кого-то Поработить Не для того Чтобы кого-то Уничтожить А для того Чтобы Навести Порядок Создать Условия Проживания Необходимые Этому народу Для того Чтобы он Не выродился Создать Себе Хороших Друзей Рядом Но не рабов Приходили мы В какую-то Страну Брали Под защиту Людей Давали им Образование Строили школы Больницы Дороги И люди Начинали жить И давали Культуру И стремление К Богу Да Может быть Давали культуру Чуть-чуть Подстроенную Под них Менталитет Но Все равно Так или иначе Стремились Создать условия Проживания И выживания Этого народу И Многие Другие Народы Присоединялись К России Как раз Присоединялись Тогда Когда уже Их чуть ли не Уничтожали Благодаря этому Многие народы Сохранились А сейчас Нас почему-то Понукают Тем что Вы опять Хотите Сделать какую-то Гадость Да никто не хочет Сделать гадость Мы хотим жить Так как нам Велят Боги И как велит совесть А для этого Нам необходимо Вспоминать Своё прежнее Нашу древность Нашу мудрость И как раз Сейчас Поэтому мы Разбираем То наследие Которое называется Махабхарата Да Ты прав Подводя итог Сказанному На этой основе Махабхарату Пытались Несколько лет назад Запретить И опять же Основываясь на этом Проходил недавно Суд И запретили Славяно-арийские Веды Вот что об этом Можно сказать С Махабхаратой Не прошёл номер Индусы вмешались Вовремя И сказали Ребята Вы что С ума сошли А вот здесь Индусы уже Не вмешались То есть Мировой поддержки Не произошло И на сегодняшний день Первая инстанция Суда сказала Что экстремизм Являются Славяно-арийские Веды Это что Из той же серии Запретов Чтобы убрать У нас Уже Наследие Которое Хоть как-то Себя проявило Абсолютно верно Единственное Ради уточнения Нужно сказать Что запретить Пытались Гиту Но Гита Это часть Махабхарата Это её Духовная Квинтэссенция Это Скажем так Самое Лучшее Божественное Откровение Которое Вплетено Махабхаратом Но Именно Поэтому Самое Лучшее И пытались Запретить А сейчас Самое Лучшее То что Есть у нас Из Обнародованного Потому что Очень много Необнародованного Там Ещё Больше Многоточий Оно Вообще Необнародовано Хранители Просто Не дают Возможности Это всё Узнать Потому что Вот Вам есть Простое Но чистое Светлое Великое Вот Умейте Теперь Сохранить Я сейчас Вот Очень много Вижу В интернете Движение Целое Разворачивается По сбору Подписей В защиту Славяно-арийских Вет От попыток Запрета Но Вот Как раз Боги Смотрят Люди Спят Продолжают Спать Или Немножечко Уже Начинают Соображать Что происходит И Что мы Не живём По старинке Как раньше Что мы Перешли В новые Астрологические И Энергетические Условия Жизни Вот сейчас И будет Видно Проснулся Народ Или Не Проснулся Да Будет Понятно Валенник Ты Который С эмблемой С какой-то Ходит Сделано Там-то Или Может Звёздочка Какой-то Или С ярговым Символом Но Который Можно Поставить Где-нибудь Рядом С дверью Или Всё-таки Ты Человек Разумное Существо Потомок Богов Вот Как раз Сейчас Возможность Проверить Себя Кто ты Кем Являешься И Надо Понимать Что Славяно-арийские Веды Это только Малая Часть Небольшая Упрощенная Для понимания Современным Человеком И Несмотря На всю Упрощенность Столько Уже Копий Сломано Что Это И Подделка Что Это И Новодел Что Это Какие-то Вбросы Иностранщины Что Там Какие-то Угрозы Всему Нашему Славянскому Миру И Какие-то Там Разборки Производятся И То Что Это Оказывается Взято Все У библейского Народа И Не Берется Во Внимание Что Библейский Народ Здесь На Земле Существует Не Так Давно И Скорее Всего Он Много Что Заимствовал Вот Об этом Мы Не Говорим Просто Говорим О том Что Славянные Идут Покушения Запреты И так далее Так Давайте Просто Возьмем В голову Что Сейчас От нас Много Что Зависит И В помощь Вам Будет Статья Конституции Насколько Я помню 28 Где Сказано Что Любой Человек Российской Федерации Имеет Право Исповедовать Любую Религию Как Один Так И С кем То Вместе И Если Кто-то Мешает Исповедовать Эту Религию Как Одному Так И С кем То Вместе Он Преступник Он Нарушает Конституцию Российской Федерации То есть Если Вам Разрешают Что-либо Делать Но Убирают То Что Вам Позволяет Это Делать То В этом Случа Вам Мешают Это Делать Вы Имеете Право Копать Землю Но При Этом Убирают У вас Лопату Вы Имеете Право Пилить Дрова Но При В упрощенном Понимании Если Мы Касаемся Конституции Это Приходится Называть Так Так Вот Когда Убирают Какой-то Инструментарий И говорят Вы имеете Право Нет У вас Это Право Уже Отобрали Вы Не Можете Исповедовать Потому Что Запрещают Те Основы Которые Лежат В основе Того Что Вы Исповедуете Ну Давай Дальше Пойдем Теперь Наверное Нам Можно Разобрать Некоторые Это Наша Опять же В древности Если Говорить О статье То Мы Уже Сказания О сыне Рарики Начали Во второй части Стихотворной Форме Людям Демонстрировать И Можно Пройтись По терминам И все Будет Ясно И понятно К примеру Мы Слово Махабхеша Уже Распаковали Но Могу Еще Раз Это Озвучить Маха Это Великий Размашистый Широкий Хиша Вот Звучит На Санскрите Мы Предлагаем В данном Случа Этот термин Рассматривать С помощью Взаимозаменяемых Букв Х И Г И Х У нас По правилам Родной речи Взаимозаменяемые В этом Случа Хиша Превращается В Гиша И Если Мы Пойдем От Этого Отталкиваться Получится Богиша Или Богище Или Божище И Все Становится На Свои Места Маха Великий Божище Великий Бог Или Великий Божище Но Поскольку Он Был Воплощен В среде Воинов Характерников Радников Небесных Он Владел Естественным Образом Великим Военным Искусством И Мастерством Поэтому Это был Бог Который Владеет Военным Искусством Воплощенный В человеческом Теле Если Мы Смотрим Мы Кстати Брали За основу Перевод Академика Смирнова Который Более Положизни Уложил На то Чтобы Перевести Махабхарату На русский Язык И Он Приводит Значение Санскритского Термина Махабхиша Много Страшный Пристрашный Ну Естественно Если Это Бог Совершенствует Владеет Воинским Искусством Конечно Он Будет Переводиться Как Пристрашный Но Мы Уже Понимаем Что Это Великий Божище Владеющий Воинским Искусством Получается То же Самое Идем Дальше Вот Это Распространенное Индийское Слово Раджа Но Есть же Корень Который У нас На Руси До сих Пор Сохранен Рядочи Это Вот Ведоман Ведогор Давно Распаковал В Кощунах Финнице Рядчи Вроде Звучит Непривычно Но Упорядочиватель Распорядитель Урядник Уже Звучат Привычно И Если Мы Вот Даже Современные Эти Слова Возьмем Услышим И мы Поймем Что Речь Идет О Упорядочивателе Распорядителе То есть Наместнике Царя Или Князи Вот Вам И Раджа То есть Все Все По-русски Только Никто Не Удосуживается Заглянуть В Изначально Глубинный Смысл И Образ Родной Речи Ведь Даже Если Мы Сейчас Возьмем Ту же Повесть Временных Лет Или То же Слово О полку Игореве И В любую Зачитывать Две трети Класса Будут сидеть Скучать Ковыряться В носу И смотреть В окно Потому что Они не будут Понимать Смысл Этого Текста Поэтому Нужно Определенным Образом Приложить Умственные Душевные Усилия Чтобы Вот это Правильно Все понимать Поэтому Вот наш Коллектив Соратников Рода Божьей Взялся За это Дело Ты знаешь Даже Если Мы Просто По буквице Перейдем Слово Раджа То увидим Что там Ничего Иностранщины Никакой Нет Там Все Родное Все Наше Даже Если Не брать Слово Рядча А Просто По буквице Мы поймем Что это Ра Понятно Что такое Добро Жизнь Азов Куда еще Дальше Плясать Все и так Понятно Хорошо Дальше Слово Индра Индра Ну Нужно Нужно Всегда Напоминать Что Каждый Образ Любого Слова В ведах Должен Содержать Себе До 50 Значений Чтобы Полноценно Распаковать Значение Этого Слова Состоящего Из образа Но мы Можем Скажем Взять Два Варианта Чтобы Было Ну В качестве Примера Наиболее Просто И Понятно С одной Стороны Ин Это Женская Сила Д Это Добро Это Вот Скажем Аз Бога Веда Глаголю Добро Это знают Все Но То есть Это вот Как раз Образы Нашей Буховицы В данном Случай Да Это Добро Но Оно Рассматривается И как Благодеяние Самого Слова И как Имущество Или богатство И даже Современный Человек Все это Понимает Что Хотя бы Два Значения Слова Добра Есть И он Это Осознает И Ра Это Как ты Только что Сказал Изначальный Свет Получается Что Изначальный Свет Бога Это Мужской Аспект Ин Энергия Ин Это Женский Аспект А Д Это Добро Или Могущество Или Богатство Получается Что Это Тот Который Обладает И Мужским И Женским Аспектом Жизненной Силы Прародителя Естественным Образом Такой Обладатель Скажем Может Стать Царем Кем Он И стал Что Интра Это Царь Всех Богов Мирославия То есть Богов Которые Взрастили Свои Дивья Тела То есть Имеют Совершенные Души Великие Души Вот Поэтому Он Их Царь Если Посмотреть С другой Стороны И По Буквице Пройти То Это И Это Иже Или Истина Полный Термин Это Истинная Жизнь Бытия Н Это Н Это Н То есть Наш Добро Это Тоже Мы уже Распаковали Р Это Рец Или Речения И А Это Аз Бог Или В Человекообразном Теле Или Конкретно Воплощенный В человеческом мире То Именно Если Чисто По Буквице Пройтись То Это Будет Наш Могущественный Бог В Человекообразном Теле Рекущий Истину И так И так Правильно Тоже Понятно То же Самое Допустим С Рекой Это В Кощунах Финиста В Принципе Это Все Подробно Разъяснено Но Я Просто Повторю Ра Это Изначальный Свет Мы Это Все Знаем Из Вет Мы Также Знаем Что Ра Река Или Ганга Га Это Путь Наш Путь Но В данном случае Почему Два Раза Га Потому Что Имеется Ввиду И По Земле И По Небесам То То есть Фактически Это Наш Путь Ведущий С Земли На Небеса Когда Мы Отсюда Стремимся Духовно Развиваться Либо Когда Мы С Небес Воплощаемся На Землю То Это Наш Путь С Небес На Землю Для Рождения И Обретения Жизненных Уроков Как Может Река Течь В Трех Мирах Из Мира Прави В Мир Слави И Затем В Мир Яви Да Элементарно Как Поток Инглии Или Изначального Света Ра Который Пронизывает Все Эти Три Мира А Ее Земное Воплощение В виде Материальной Энергии Это Вода Поэтому Самая Великая Ра Река Звалась Ганга То Путь С Земли На Небо С Небес На Землю Всем же Известен Обычай Великую Реку Высыпать Прах Ушедшего Дабы Его Через Нее Совместить С Рекой Жизни И Дать Ему Возможность В этой Реке Жизни Плыть В нужном Ему Направлении И На Сегодняшний День Ганга Уже Называется Волга Или Просто Влага Как Сергей Алексеев Предлагает Или Путь Воли Как мне Больше Нравится Вольный Путь Га Путь Вол Это Воля Но Это Одна И Та Ж Река Просто В материальном Мире Так Или Иначе Это Поток Живатым Поток Шахти Кому Как Нравится По-разному Называют Еще раз Напомню Часто Ломают Копья Что По-разному Вы называете Вы не наши Вот Мне мама Говорила Вот так А вы Говорите Вот так Мне папа Говорил Вот это А вы Говорите Вот это Родные мои У каждого Есть своя мама У каждого Есть свой папа Рассения Она Очень Большая В Белоруссии Говорят Так В Украине Этак В Сербии Вот так Вот А на Дальнем Востоке Вообще Могут Говорить Так Что Вы не Поймете Но при этом Еще есть И Север И Юг Так Что У каждого Есть свои Обычаи У каждого Есть свои Традиции Но это Не говорит О том Что Мы Не являемся Братьями По крови Вот Перестаньте Ломать Копья На ровном Месте Не нужно Ломать Копья Надо На Нужном Направлении Скажем Так И еще Хочу Сказать Что Ты Неоднократно Уже Произносил Название Кощеный Финист Так Вот На территории Российской Федерации Они тоже Запрещены Это тоже Является Экстремистской Литературой Так Что Будь Поосторожник А такие Вещи Произносишь Да Получается Что И эту Лопату У нас Отобрали В общем Экстремисты Со всех сторон Опираешься Экстремистскую Литературу Я Иногда Шутку Рассматриваю Само Слово Экстремизм Вот С точки Зрения Наших Образов Если Мы знаем Что Изм Это Истина Земного Мира Что Остается Экстрим То есть Эко Стремизм Ну Эко Стремишься К Истине Земного Мира То есть Получается Эх Как Ты Сильно И Быстро Стремишься Познать Истину Земного Мира Нехорошо Надо Тебя Остановить Через Терник Звездам То что Называется Понятно Так Ну Давай Дальше Рассмотрим Тут еще Несколько Слов Осталось Про Типа Что Означает Ну Про Скажем Вообще В переводе Не нуждается Это Изначальный То есть Про Щур Про Дедушка Про Бабушка Но Если Еще Глубже Идти То П Это Покой Рай Изначальный Свет То есть Покой В данном случае Имеется Ввиду Духовное Состояние Без Мятежности А Наши Предки Как раз В этом Состоянии По отношению К нам И пребывают У нас Тут Сует У них Тишь Да гладь Да божья Благодать Типа Можно Рассматривать Как Обобщенный Образ У нас До сих Пор Слово Типать Осталось То есть Тормошить И Подталкивать К чему-либо Получается Что Если брать Вот такие Большие Объединенные Образы Про И типа Получается Что Изначальный Предок Который Тормошит Толкает Жить По Устоям По Конам А если Иди Четко По Буквице То Ти Это ты Тут Как бы Особой Фантазии Не следует Применять Па Это Паттер Или Глава В быту Сейчас Говорят Папа Получается Опять То же Самое Только Более Детально Распакованное Праведник Призывающий К Жизни По Изначальному Кону В наши Дни А если Мы еще Возьмем Прототип Есть такое Слово То тип Понятно Кто такой Прото Понятно А здесь Мы Про Еще более Древний То есть Это Тот Вариант Который Нам Необходимо Иметь Всегда В голове К чему Стремиться Та Основа Которая В древности Присутствовала Как Некий Устой Который Нам Должен Быть Всегда В пример Совершенно Верно Так Это И теперь Мы же Понимаем Что Это Прозвище Прозвище Первопредка Основателя Рода То есть Это Не Личное Имя Потому Что Мы Сейчас Даже В нашем мире Знаем Когда Человек Проходит Обряд Именно Речения Ему Дают Общинное Имя Которое Имя Которое Знает Только Он И Всевышний Вот То же Самое Считайте Что Древние Имена Это Общинные Имена Которые Можно Обнародовать А И Тем Имена Которые Сакрально Вот Дал Отец Мать Этому Человеку Знают Только Самые Близкие Чтобы Люди Владеющие Магией Не могли Влиять На Душу Этого Человека И Вот Про Типа Конкретно Первопредок И Вот Кстати К великому Пхишме Так и Обращались Прадед Или Пращур Ему же Не говорили Сына Рарики Даже Это Что же Имя Нарицательное Никто Не Называл Его Деваврата Хотя Врата В переводе Не нуждается Дев До сих пор Все знают Что это Дил Или Бог То есть Врата Бога Тоже Имя Нарицательное И Бхишма Это Великий Богов Сжимающий Бхишма То есть Богов Сжмущий Имеющий Силу Над ними И Это Тоже Имя Нарицательное Так что Получается Пратипы Это Предок Типа Асов Вот Какой он Должен быть Это То же Самое Как мы Рассматриваем Нарицательные Имена Например Ратибор То есть Тот Который Борет Рать Или Челубей Тот Который Вчело Так даст Что мало Не покажется И поэтому Татаро-монголы Которым Челубей Приписывают Это Не те Татаро-монголы Которые В официальной Истории Нам Представлены Давай Дальше Посмотрим Васу Васу Это Ведающие Асы Тут Вообще Все просто То есть Боги Воплощенные На земле Знающие Веды Они Могут быть Воплощенными Могут быть Невоплощенными То есть Это Боги Мира Слави Которые Либо В мире Слави Живут Либо Родились И живут В мире Яви Васу То есть Имя нарицательное Сейчас Звучит Как Вася А если Взять Полное Значение Как Отец Александр Васила То есть Вася Сила А сейчас Звучит Василий Но Несильная Разница Многие Не знают Что второе Пришествие Слово Василий Было Из Византии От греков А греки Откуда Это взяли И Василий Как раз Означало Что это Царственный Могучий Владитель То есть Вот как раз Мы сейчас И имеем Представитель Богов Но там Они Базилев В большей степени Говорили Но мы знаем Что первая буква Может меняться А греки Это все-таки Такой народ Который много Чего брал Иногда Не понимал Что он берет Просто тащили Всего в Грецию Поэтому в Греции Все и есть И иногда Бывало Во время пути И буквка Могла Перерасти В другую Так Там и значение Близкое Либо Божественный Обладатель Силы Либо Бедающий Обладатель Силы Поэтому Несильная Разница Да Поэтому я говорю Второе пришествие Слово Василий Здесь К Руси Оно пришло От греков То есть Уже после того Как там что-то Менялось После того Как греки Себе что-то взяли Изменили Смысл все равно Остался И мы видим Что Васу И Василий Современные Они очень схожи Если мы берем Вот это промежуточное Звено Прослойку Между древним И современным Славянским То мы увидим Что суть Одна и та же Хорошо Давай перейдем Следующему слову Которое Русский слух Корябает Такой Шваркает По нему Васиш Тха Ну здесь Чтобы меньше Шкарябало Давай начнем С конца Никого Не шкарябает Слово Хатха Йога Если мы Возьмем Древнее Значение Наших Славян Арийских Образов То Ха Означает Энергия Эволюции Прародителя Мужского Аспекта И эту энергию Мы через себя Проводим В восторге Произнося Ха 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 И тха Энергия Женского Типа Сжимающая Концентрирующая Эту энергию Мы в печали Произносим Тха 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 И называется Это плач Со всхлипываниями А хатха Йога Это баланс Мужской И женской Небесной Силы В душе В духе В душе И в теле Поэтому Тха Это женская Сила Прародителя Которая Имеет способность Накапливать И увеличивать Могущество Ее Обладателя Васу Или Васы Или Вас То есть Ведающий Ас Мы только что Разобрали А посредине Стоит Ш А Эта буквица Означает Ширь Необъятность Величие Могущественность И получается При уничтожении Этого Мира Остается Жив В соответствии С Ведоми И наблюдает Уничтожение Этого мира И новый Его Расцвет В соответствии С тем Как времена Года Меняются В природе Так времена Золотой Ну как бы Утро Вечера Утро Дня Вечера И ночи Сварога В меньших Скажем Югах Проявлены А есть еще Цикл Развертывания Вселенной И всего Мироздания И свертывания Как бы Дыхания Всевышнего Вдох Выдох Так вот Он во время Полного уничтожения Мироздания Остается жив Представляешь В его силу Духовную Все погибают Он живой И он так живет Уже очень много циклов Конечно У него такое могущество Это отражено В его имени Есть книга Йога Васиштха Огромная Три пальца толщины Издание книги Там вот Об этом В предисловии Рассказывает То что я сейчас озвучу Еще необходимо Понимать Что написание Современного звука И В древности Было намного больше Например Это могли быть Буквицы Иже Иже И нить Ижица Ижа И в зависимости Какая буквица Здесь стояла И появлялся Другой Смысл Этого слова Например Если это обычная Буква И Ижея Которая сейчас Пишется И То это объединение Соединение между чем-то Если это Ижея То есть То что вот Буква с точкой И с точкой Это уже Нечто божественное А если это И нить То это с двумя точками То это Объединяющую же Общину Это общинная Поэтому и так И так Но я там Ижицу Ижа Не беру Дальше это Отдельный Разговор Вот получается Даже на этих Трех уровнях Мы получаем Разные представления Но которые Так или иначе Могут быть Объединение Кого-то с кем-то Объединение Между людьми И объединение Между людьми И богами Поэтому в зависимости Какие Какой смысл Какую буквицу Или какую руницу Может быть Наши предки Вставляли В это слово И передавали То такой смысл Там и сохранен Но к нам К сожалению Дошло только Вот Ну в современном Звучании Поэтому мы не можем Знать всей Глубины Образности Этого слова Но даже из того Что вот мы сейчас Своими умишками Пытаемся осознать Это уже Достаточно глубоко Звучит Да В ведах Так и сказано Что Каждое слово Образ Имеющий До 50 Значений Если в калиюгу То есть Ночь сварога Распаковывается Хотя бы В трех Вариантах Из 50 Такой человек Считается мудрецом Да Ну в общем-то Ты уже к мудрости Приближаешься Но С позиции того Что на самом деле Это действительно Потуги У Мишка Сидящего В детском саду На горшке С точки зрения Богов Вот я Больше На это Стараюсь Обращать внимание Чтобы развивать Самокритику И здравомыслие Хорошо Давай не будем Задерживаться Дальше пойдем Ритуал В общем-то Наверное Многим понятно Что ритуал Слово Употребляется В современном Языке И быту Достаточно часто Но мало кто Понимает Что это Очень древнее Наше слово Давай его Рит Это ритм Вибрация Резонансная Частота Колебаний У Это устой Или кон Или традиция Или заповеди Дошедшие до нас Ал Это либо Просветленная Душа Либо Нечто Возвышенное Отсюда Алтарь Например Слово Современное То есть Тарь Это Ну тара До сих пор Существуют слова Стеклотара Там И так далее То есть Алтарь Это Ставь Или наполняй Высшее Вот Современное Слово Ритуал Это Та же Самое Устой Или Кон Который С помощью Вхождения В определенный Ритм Или в резонансную Частоту Вибраций Колебаний Обеспечивает Связь С Высшим В данном случае С Богами Родными Или С самим Всевышним Прародителем То есть Это Священное Действие По сонастройке Духовно Энергетической Связи С прародителем Да Еще Слово Ал Оно Означает Все Вот Все Что есть Оно Соединяет Себе Все это Там Находится Поэтому И даже С этой Точки Зрения Все равно Получается Очень Интересный Слово Ритуал Можно Даже Еще И Добавить Скажем Так Одну Краску К этой Всей Картине Слово Аллах С этой Точки Зрения Это Восклицание Ах При Лицезрении Высшего Или Всевышнего Так и написано В Коране Кто он Такой Аллах Так что Противоречник Я не вижу Так Давай еще Одно словечко Такое Коверкающее Наши Мозги Посмотрим Шан Тану Слово Санта Клаус Ни у кого Сейчас Не вызывает Царапухи Прикольный Дядька Который Лазит По трубам Почему-то И всем В носочки Что-то Закладывают Но Слово Санта По сути Это Тот Который Святой Поэтому Ш В данном Случае Просто Нужно Заменить На С Как Скажем Так Естественное Здравомыслие Подсказывает И тогда Получается Сан Тана То есть Тот Который Наш Святой Если идти точно По буквам То Н Это Н Или Наш У Это Устой А Это Ас То есть Бог Воплощенный В человеческом Теле С Это Либо Слово Либо Мысль Воплощенная В действие То есть Получается Наш Святой Блюститель Кона Или Наш Святой Блюститель Пустоя Вот вам И Салтана А если Теперь Мы Пойдем Дальше И вспомним Сказку Пушкина О Царе Салтане То тут Уже Можно Будет Говорить О том Что Сюжет Заимствован Извед Потому Что И там И там Речь Дело Связано С водой И там И там Скажем Дело Связано С Великой Любовью И Испытаниями Которые Эта Любовь Проходила И вот Сказания О Царе Салтана И Сказка О царе Салтане Очень близки По своему Значению И внутреннему Смыслу Кстати Да Ведь Никто Не скажет Что Пушкин Писал О чем Иностранном Но Почему-то В его Некоторых Писаниях Встречаются Не совсем Понятные Современному Русскому Человеку Слова Например Царь Салтан Больше Похож Не на Какого-то Славянского Русского Царя А на Какого-то Восточного Султана И Я ни разу Не встречал Такого Что А Пушкин Там писал Про Каких-то Арабов Почему-то Очень часто слышно Да это там Индусятин И так далее Ведь То что Он писал Сказка Отца Салтания Это К нему Пришло От Наших Корней От Тех Кто Рядом С ним Находился Так что Вот Проводите Такие Параллели Может Тогда Что-то Будет Так В мозгах Становиться По полочкам Корень Слова Тан А Тан Это Древнейший Корень Славяно-арийский Ну Самые Вот Современные Слова Наиболее Проявлен Это Стан То есть Основа Первый Исток Вот вам И Сантана И Салтан И Сантан Это Все равно Тан Либо Святой Тан То есть Святая Основа Вот Либо Если даже Ше Использовать Как ширь Величие Как Всеобъемлющая Основа Великая Основа Широчайшая Основа Хоть так Хоть так Просто Когда ставим С Легче Воспринимается На современный Слов И давай Наверное В заключении Предложим Нашим радиослушкам Ознакомиться С какими-то Материалами Которые Позволят Им глубже Понять Тему Которую Мы затронули Что мы можем Посоветовать Какие-то Может быть Книги Статьи Фильмы Ну Из фильмов Я уже Произнес Махабхарата 2013 Смотрится Наиболее Живо Потому что Сюжет Скажем так Подкручен Под современное Желание Видеть Экшен На экране Более старые Версии Они более Современным Языком Нудновато Выглядят И актеры Не тянут До изображения Богов Видно Что это Ну Потуги Не очень Успешные А вот 2013 Версия Она Ну Наверное Более Качественная А если Печатный Текст Предлагать То Это То что Вот мы Сейчас Довели До 32 Части На сайте Родобожия То есть По частям Выкладываем И Бхагавадгиту И Махабхарату Бхагавадгита Это ее часть Выкладываем По частям С снятым Макияжем С восстановленными Славяно-арийскими Образами И на сайте Родобожия Есть В основах Родобожия Раздел Словы И раздел Махабхарата Там все это Прописано Уже 32 части А мы Сейчас говорим Только о первых Двух Читайте Будем рады Что Если труд Не пропадет Понапрасну Кому-то будет Полезен В качестве Приложения К этой статье Ты предлагаешь Ознакомиться Со статьей Виктора Филиппова Куда исчезли Древляне Икревичи И с видеофильмами Светланы Васильевны Жарниковой Северная Прародия Ариев Индославов Единые корни Домашних Обрядов Индославов России И Индии Меня Уже поздно Убивать Вот Три таких Видеосюжета Ну что ж Давай Как-то Заканчивать Нашу Сегодняшнюю Передачу Какое-то Заключение Слова От себя Скажем Нашим Радиослушателям Пожелаем Что-то Я бы Пожелал Им здоровья Счастья И здравомыслия Пожелал Быть Более Скажем Ответственными За наше Наследие Поучаствовать В этой Акции Сбора Подписей Защиты Вед И плюс Если им это Интересно Присылайте Вопросы И мы В третьей части Как раз На них Ответим И тем самым Создадим Обратную связь И увеличим Ваш интерес К этому Хорошо Также я хочу Присоединиться К тому что Сказал Участвуйте В жизни А не просто Наблюдайте За ней Сейчас На ваших глазах Происходит Очередной Небольшой Экзамен Когда Кто-то Пытается Закрыть Маленькую Частицу Знаний Которые Сейчас У нас Есть Сегодня Закрывают Эту частицу Завтра Закрывают Другую Частицу Послезавтра Третью И так далее И никто Вас не спрашивает Нравится Вам эта частица Или не нравится Просто берут И закрывают И потом Вдруг Вы Осознаете Что закрыли В конечном итоге Все И то что вам Нравилось И то что вам Не нравилось Вопрос Откуда вы тогда Будете черпать Знания Что будет Поддержкой Вашей жизни И кто вы После этого Будете сами И так же В связи с этим Хочу сказать Что ведическая Культура Основывается На понимании Всего Этого Мира Не какого-то Ее маленького Отражения А всего Мира О том Как живут Люди Разных Знаний Разных Родов Идите через Миры разные Принимайте Знания Как они Есть И это Будет давать Вам основу Вашего Развития Напомню Что Сегодня Мы Рассматривали Махабхарату Величайший Летописный Памятник Культурного Наследия Древней Руси Вторую Ее часть Это Целый Цикл Который Мы намерены Продолжать И Если У вас Будут Какие-то Вопросы По сказанному В нашей Сегодняшней Беседе То Пожалуйста Присылайте Вопросы Через Форум Обратной Связи На Сайте Народного Славянского Радио Славомир.орг Или Если Есть Прямой Выход На Всеслава Пожалуйста Ему Пишите Мы Потом Сублимируем Вместе Все Это Сложим И Дадим Ответы На Ваши Вопросы На Сим Я С вами Прощаюсь Желаю Вам Самого Доброго До новых Редактор субтитров